Знаете, историю такую расскажу раньше, когда в хоккей играл, знаете, вот приезжаешь в какой-нибудь другой город, да, и не было раньше вот таких, ну, как сейчас, знаете, вот Куба не было, не было ничего, знаете, играешь на выезде и за нашими воротами, где играешь, две камеры, да, вот, ну, как бы две камеры так, ну. А за другой ни одной камеры нет, знаете, как, вот как бы так, да, ну, я считаю, что здесь, здесь вот так, здесь вот так. Привет, гениальное сравнение. Возможно, в чем-то Дмитрий Квартальнов и прав, но нельзя игрокам СКА взлетать так вверх после любого касания. С другой стороны, мы разгромили канадцев на Универсиаде, так что волноваться не о чем. Как и предполагалось, первые матчи плей-офф на Западе получились унылыми. Это печально. За два дня до игры у Динамо состоялась открытая тренировка, где было сказано, что к ЦСКА готовы, знают, как они действуют и постараются воспользоваться слабостями соперника. Но, видимо, разбирали какой-то другой ЦСКА, может быть, из Софии футбольный. Ну, почему же все-таки оказались не готовы ЦСКА? Потому что это ЦСКА. Белые-голубые вышли на встречу не готовыми и сделали ровно то, что не надо было делать. Теперь уже совершенно непонятно, как команда собирается менять ход серии. Это произойдет только в том случае, если соперник им позволит, а я сильно сомневаюсь, что армейцы расслабятся хотя бы на одну игру. Понятно, что он охотится за капризом и подножкой сначала, потом пытался в голову ударить, потом выброс шаги. Понятно, третий плюсик. Да нет, я не думаю, что он за кем-то охотится. Сам бы не разбился. Скучно, осторожно действовали команды из Санкт-Петербурга. Как всегда после победы ЦСКА говорили об арбитрах. Но разве дело в судьях? Конечно, никому не нравится, как подлетают игроки Петерского клуба после любого касания. И было бы правильно все-таки им выписывать штраф за приукрашивание. Но, конечно, дело не в арбитрах, хотя единственная шайба была заброшена в большинстве. Хорошая, очень плотная игра, да, с множеством борьбы готовились. Мы, конечно, что Локомотив будет очень активно играть, что-то, в принципе, и получилось. А потом игра шла до гола, мы его забили. Как я понял, беседа офиса КХЛ с Ильей Воробьевым по поводу кутских пресс-конференций ни к чему не привела. Вот бы за это ЦСКА снять соревнований. Начали появляться новости из клубов, которые находятся в отпуске. В Сочи решили ничего не менять и доверили Сергею Зубову команду еще на год. Правильное решение менеджеров. Зачем кого-то искать, если есть добротный тренер? У Зубова многое получалось. Команда вышла в плов и даже могла выиграть серию с Локомотивом, если бы не испугалась собственной прыти. Но просто кажется, что нынешний результат Южного клуба совсем не потолок. На протяжении всего регулярного чемпионата было чувство, что команда способна на большее, но по каким-то причинам не реализовывает свой потенциал. Зубов говорит, что надо укреплять состав. Но по мне так Сочи вообще не нуждается в большой перестройке. Да, надо поискать одного-двух защитников, возможно, одного-двух нападающих. Легионеров бы сохранить, и можно бороться за четвертое и пятое место на Западе. А в Подольске, наоборот, решили все поменять. И когда официально скажут, что контракт с Валерием Беловым продлен не будет, я объясню, почему это решение логичное. Удивительный случай вчера произошел в плей-офф МХЛ. В матче Челябинских медведей против команды из Ханты-Мансийска гости забили в овертайме, и после этого должна была закончиться вся серия. Но арбитры отменили взятие ворот, и победную шайбу потом удалось забросить хозяевам. В итоге счет в серии 2-1 в пользу Мамонтов, и сегодня состоится повторная встреча. В следующий круг вышли Лока, Динамо Санкт-Петербург и Омские ястребы. А мечи обыграли стальных лисов из Магнитогорска, но менеджера в этом городе все равно не поменяют. Вот это доверие. В ХЛ из четырех пар хозяева ведут в 3-2-0, и только в серии «Рубин» звезда ничья 1-1. Если тюменцы будут сопротивляться, то звезда поднимет из Красной Армии Артура Шепелькова, и тогда всем не поздоровится. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова